МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заман хайрулсын, ГРТ каналында Гагаузия гюнгюнден программасы, бян онуну готуржусью Марина Тапал. Бо студиада бесачекларыз, тео темалары, англары бьюн актуал Гагаузияда. Безенспорт чулар, киндэ бежер меклерин, нашаштр эрлар, зиря паял эрлар, тюрлё турнир ларда, чемпионат ларда, нирдэн геттер эрлар, алтын, бронз, хем гюмюш медалеры. Бюн студиам с дабл нэрлар, тренер хем онун спор чулары, англары занатла нэрлар, каратэ, спорт чищетинэ. Здравствуйте. Да, добрый день. Сегодня у нас в студии находится тренер по каратэ Виктор Балджи. Да. Еще раз здравствуйте. Да, еще раз. И ваши спортсмены Кирилл Павлышин и Александр Ильица. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор, давайте начнем с вас. Ваши спортсмены недавно приехали с очередных соревнований, где завоевали призовые места. Первые, вторые, третьи. Они очень много медалей привезли. Расскажите, что это было за соревнование, где оно проходило, сколько стран и сколько ваших спортсменов, учеников туда отправились. Значит, данные соревнования проходили в Румынии, а именно в городе Галац. Всего принимали участие более 200 спортсменов. От нашего клуба спортсменов около количества 10 человек поехало. Получается, что также дополнительно были и спортсмены из Болгарии, Румынии, соответственно, и Республики Молдова. Вот это основные три страны, которые участвовали непосредственно на данных соревнованиях. Ребята, которые сегодня пришли с вами, Кирилл завоевал первое место. Кирилл, давайте поговорим с вами. Как давно вы занимаетесь каратэ? Почему выбрали именно этот вид спорта? Ну, мне иногда нравилось просто так драться. И меня папа решил записать в эту секцию. Я начал ходить, и мне это понравилось. Что тебе больше всего нравится в каратэ? Драться? Ну, это самое основное, что мне нравится. Мне нравится то, что у меня есть друзья. Ну, когда проходят соревнования, у меня есть противники, с которых я набираюсь опыта. Вот это соревнование, которое прошло в Румынии. Расскажите про это соревнование. Это ваше первое крупное соревнование? Либо вы уже бывали на таких чемпионатах, соревнованиях? Ну, по крайней мере, я бывала только на чемпионате Гагаузии. Это, по крайней мере, самое крупное соревнование. А в Румынии соревнования, оно обычное соревнование. То есть у вас ничего сложного не было? Там ваши соперники были слабее вас? Ну, да. Опишите немного, вот как проходили вот эти соревнования, спарринги. Как это правильно называется на языке карате? Кумите это называется. И вот, расскажите про ваших соперников. Откуда они были, сколько их было, насколько они были, может, они были опытнее вас, старше вас. Расскажите немного подробнее. Ну, в моей категории было два человека. Вот в первом бою я победил. Во втором тоже победил. Так и завоевал первое место. Это хороший результат, да, Виктор? Сколько занимались, занимается Кирилл, он немного скромничает. Ну да. Значит, уже более года занимается Кирилл непосредственно в нашей секции. Для него это, конечно же, тоже опыт. В любом случае, это новые знакомства. Новые знакомства именно с соперниками. Потому что, как бы мы ни хотели, на уровне Гагаузии или на уровне даже республики, в основном спортсмены и соперники одни и те же. Но когда мы выезжаем за границу куда-то, там сразу же, соответственно, меняется. И плюс, ну, меняются уже немного, может быть, подходы к соревнованиям, подходы этих же спортсменов в ведении боев. И таким образом наши спортсмены, беря во внимание вот этот тоже опыт, где-то на подсознательном уровне, им помогает преодолеть себя, преодолеть непосредственно свои страхи. И таким образом вот они крепнут. Вот вы уже подчеркнули, что 10 спортсменов принимали участие на этих соревнованиях. Кто вас больше всех удивил? От кого вы не ожидали таких вот высоких результатов? Или наоборот, от кого-то ожидали, а получилось так, что соперник был сильнее, и ваш спортсмен допустил больше ошибок? В основном, любые соревнования, они, знаете, как, да, спортсмены все в основном были подготовлены, но в любом случае каждый спарринг, поединок показывает, насколько тот или иной спортсмен смог, в первую очередь, преодолеть свой страх перед вступлением в этот бой, после чего он старается, так скажем, суметь преобладать над соперником, да, вести, так скажем, бой, потому что или же, может быть, наоборот, что противник ведет бой, да, и ты идешь на его уловки. А здесь тоже вот необходимо набираться опыта и быть внимательным. Но в основном хочу сказать, что наши спортсмены в среднем выступили неплохо. Да, всегда есть куда стремиться лучше, для этого мы ездим, для этого мы ездим и соревноваемся. Поэтому любое соревнование – это индивидуальный подход к каждому соревнованиям, каждому поединку для спортсменов. Иногда бывает так, что на одних соревнованиях спортсмен выступает лучше, но тот же спортсмен на других соревнованиях немного хуже или лучше даже, да. Все в зависимости от на тот момент, как он переборол свой страх, можно сказать. Александр, вы уже спортсмен с опытом. Как перебороть этот страх? Что вам лично помогает? Я старался больше выступать. В любое соревнование, которое мне предлагали поехать, я всегда соглашался. И когда ты много выступаешь, ты начинаешь привыкать к этому темпу, и тебе становится легче. Ты едешь и уже не нервничаешь, что ты можешь проиграть, выиграть. Ты понимаешь, что какое бы место ты ни занял, тебя все поддержат, и в следующий раз ты выступишь лучше. Сколько лет занимаетесь каратой? Каратой я занимаюсь 8 лет, и все 8 лет стараюсь выигрывать соревнования. Помните, как пришли первый раз на тренировку? Когда я пришла первый раз на тренировку, было очень-очень много людей в зале. На меня сильно не обращали внимания. Я просто приходил и старалась выкладываться по максимуму на тренировках. И буквально через 3 месяца после начала моих тренировок меня пригласили на соревнования в Молдове. Я уже не помню, где было. И я поехала, и тогда у меня было вроде 3 боя, и я взяла тогда третье место. Для меня, как для маленького ребенка, который впервые едет на соревнования, это был огромный успех. Я был рад, но я не останавливался и шел дальше. И сейчас у меня есть уже неплохие результаты. А это соревнование, в котором вы принимали участие, вы завоевали второе место. Не огорчайтесь, что вас мотивирует, чтобы занимать первые места, и когда проигрываете, что вы себе говорите? Сейчас я считаю, что очень-очень неплохо провела свои бои. Противники были сильные, достойные, оба с Румынией. Но я считаю, что я провела достойные бои. А что меня всегда мотивирует, это становиться лучшим. Если я просто буду драться, но не будет стимула, я всегда буду проигрывать. Но у меня есть цель, становиться все лучше и лучше с каждым моим боем. И осенью будет соревнование опять в Румынии, на уже крупный чемпионат. И постараюсь там победить всех и взять первое. Есть ли формула какая-то успеха ваша личная? Самое главное в любом спорте, это, конечно, слушать тренера. Потому что тебе может казаться, что ты лучше знаешь противника, можешь лучше выступить. Но со стороны тренер, который уже имеет огромный стаж и опыт, и знает, как дерутся все, и как дерешься ты, твои плюсы, минусы, он намного лучше может подсказать, как правильно нужно что-то делать, чтобы победить противника. Конечно, нужно упорно тренироваться, как я уже сказала, максимально быстро. И преодолеть свой страх, кататься по соревнованиям и не просто зажиматься и бояться выступать. Потому что чем больше ты будешь выступать и стараться победить, тем больше ты станешь раскрепощенным и сможешь все лучше и лучше себя проявить. Вы хотите связать свою жизнь с данным видом спорта? Где вы себя видите через 5-6 лет? Через 5-6 лет я хочу, во-первых, из целей в карате, я хочу поехать хотя бы на чемпионат Европы, мира. И одна из моих главных целей в карате – это черный пояс по карате. Задавать нужно очень много, это очень трудная, кропотливая работа. Сейчас какой у вас? Сейчас у меня желтый пояс и есть еще много работы, чтобы уйти дальше. Но я уверена, что если я продолжу в таком же темпе тренироваться, выступать, то я смогу достичь цели. Виктор, расскажите, какие перспективы есть у ваших воспитанников в Гагаузии, в Молдове в целом по карате? – Хочу сказать, что вообще для того, чтобы сформировать полноценного, так скажем, каратиста, в Гагаузии, непосредственно в нашем клубе, нам, так скажем, оказывает поддержку муниципальная спортивная школа, которая оказывает поддержку с необходимым инвентарем, оборудованием, залом, помещением, где мы можем тренироваться. Также, что связано иногда с поездками, нам поддерживает клуб «Бонзай», это спортивный клуб «Бонзай», непосредственно, который некоторые спортсмены являются членами этого клуба. И также дополнительно для того, чтобы проводить уже у нас в республике чемпионат Молдовы или чемпионат Гагаузии, мы проводим это совместно с нашей федерацией, в республике Молдова по карате. Также дополнительно, благодаря данной федерации Республики Молдовы по карате, мы проводим совместно семинары для наших спортсменов, семинары для тренеров и для спортсменов, а также сдачу экзаменов, потому что любой поезд, для того, чтобы его заслужить, спортсмены должны сдать соответствующие навыки, показать и усилия. Таким образом, в этом кольце, в треугольнике, вот Муниципальная спортивная школа, Федерация карате в Республике Молдова и клуб «Бонзай» оказывают всю необходимую поддержку для того, чтобы наши спортсмены могли продвигаться, могли развиваться, потому что это все-таки нелегкая работа. Только мы одни сами это не сможем, как тренера, сделать, поэтому здесь вот и вступают в силу, так скажем, поддержка других сторон. А почему молодые ребята должны выбрать именно карате, именно вот эту разновидность киокушинка, если я правильно произнесла? Да, вообще раньше был один-единный киокушинка, но потом пошло разделение, и на сегодняшний день именно наша Федерация, как называется, в Республике Молдова, и тем, чем мы занимаемся, и что мы представляем, это шин-киокушинка и карате. Это один из самых, можно сказать, жестких видов боев и спаррингов, где проводится. В основном, почему именно шин-киокушинкай? Во-первых, данный вид стиля помогает спортсменам приобрести ту дисциплину. Во-вторых, совместно родители и тренерами происходит воспитание детей, да, и помочь им как становление, как личность. Вот, то есть мы работаем не только для того, чтобы детей физически подготовить, но и также дисциплина, которая необходима при возрасте, когда как раз непосредственно дети растут в таком возрасте, где они еще не совсем понимают, как нужно себя вести, каким образом вообще нужно взаимодействовать с другими людьми. В совокупности, совместно с родителями, то есть родители дома, со своей стороны, необходимые, так скажем, меры принимают, да, а мы, как тренерация со стороны нашего, так скажем, спорта, и благодаря нашему спорту стараемся оказать соответствующую поддержку в становлении и развитии каждого спортсмена. А сейчас, на данный момент, в вашем клубе сколько ребят заниматься, и легко, либо тяжело привлечь молодых людей к спорту? На сегодняшний день у нас более 60 спортсменов, это две группы, одна из них – это младшая группа, вторая – это более старшая группа. В основном больше все-таки спортсменов в младшей группе, а в старшей уже поменьше, потому что так или иначе, рано или поздно такое небольшое отсеивание происходит, как бы мы не хотели удержать всех, но это невозможно, потому что у кого-то появляются какие-то другие интересы, это тоже как бы вполне нормально, да. Хочу заметить, что все-таки раньше, в то время, когда я только начинал заниматься, у нас было намного больше, очень большое количество было спортсменов. На сегодняшний день, может быть, из-за того, что есть уже больше разных интересных тоже дополнительных секций, может быть, из-за этого, как бы у нас количество чуть уменьшилось. Но в любом случае мы всегда открыты к новым спортсменам, кто с желанием хочет тренироваться по нашему виду спорта именно. – Кирилл, расскажите, вы как справляетесь со своим волнением перед соревнованием? Есть у вас какая-то формула? – Ну, обычно, когда я еду на соревнования, я очень сильно волнуюсь, но Саша мне помогает перебороть этот страх, потому что он готовит меня как-то, какой-то боевой настрой мне придает, как и мой тренер. – Александр, постарше тебя, он твой второй наставник, да? – Да. – Скажите, а у вас есть формула успеха? Вот что вам помогает, что нужно делать спортсмену, чтобы быть победителем все время? – Ну, обязательно надо слушать тренера. Он опытный и знает, кто как дерется. – То есть прислушиваться советам? – Да. – Тогда будет максимальный успех? – Ну, не прям максимальный. Ты можешь где-то накосячить, а можешь и не накосячить. – Вот скажи, пока твой тренер нас не слышит, он сильно вас ругает после того, как вы не завоевываете места, первые места? – Нет, он не ругается. – Вот как вы понимаете, что нужно еще больше работать, чтобы… Что он вам говорит? Ребята, вы сейчас выступили плохо. Или что говорит? – Он говорит, кто какое место завоевал, кому как нужно готовиться, кому нужно ехать, кому не нужно ехать на соревнования. – Вас расстраивают не призовые места, когда вы проигрываете? И что вы себе говорите? – Ну, меня иногда расстраивает, если я какие-то призовые места не занимаю. Но я себе говорю, что нужно быть лучше, нужно больше стараться на тренировках, больше подготовки. – Вы когда вырастите, хотите стать тренером по карате? – Ну, у меня есть желание стать им. – Что нужно для этого делать? – Надо усердно заниматься, хорошо экзамены сдавать. – То есть ребята понимают, что не только спорт, но еще и в учебе надо преуспеть, чтобы быть успешным в этой жизни, да? – Да, все верно. – Как проходит разбор полетов после соревнований? – В основном проводим такой анализ. У нас в основном есть видео наших спортсменов, которые выступали. После этого мы проводим небольшой анализ. Как тренера после этого мы объясняем нашим спортсменам, у кого какие были ошибки, что нужно было сделать, и как можно было бы или иначе сделать, или как можно было бы быстрее выиграть этот бой, чтобы не затягивать. То есть проводя вот такой небольшой анализ, мы потом стараемся каждому из спортсменов объяснить, донести до них это. И даже для тех, кто занял, так скажем, непризовые места, мы не ругаем их, но мы говорим, что необходимо все-таки больше усердия оказывать на тренировке, когда тренер предоставляет какое-либо, дает, вернее, какое-либо упражнение. Когда он отворачивается, не надо давать слабинку, а продолжать готовиться соответствующе. Таким образом, то есть вот стараемся их побадривать, потому что как-то не было, в любом случае ошибки бывают, и они будут, и это вполне нормально. Поэтому наша задача показывать им эти ошибки, помогать им в том, чтобы они преодолели эти ошибки, и сделать их лучшими. Как воспитать чемпионов? Какими качествами они должны обладать в итоге, после тех тренировок, которые они проходят у вас, чтобы быть победителями, может быть, по жизни, а не всегда на соревнованиях? Значит, для того, чтобы воспитать человека, который будет победителем, в первую очередь это желание все-таки, я думаю, потому что в каждом из нас, да, тот или иной человек к чему-то тянется. И если у него есть эта тяга к этому виду спорта, это, я считаю, что больше половины процентов – это уже успех. А все остальное мы как тренера должны оказать содействие, как родители – поддержку. И таким образом, я думаю, в совокупности вот опять этого же треугольника, да, то мы сможем сделать так, чтобы человек или спортсмен, который на сегодняшний день зашел в наш зал, хочет достичь серьезных результатов, то у него, в принципе, все необходимое есть. Может быть, в ближайшее время будут какие-то соревнования, такой небольшой анонс, сколько спортсменов поедут, как проходят тренировки? Значит, планируется, самые ближайшие соревнования, которые будут проходить, это 10 июня в городе Бельц, это в Республике Молдова. Мы планируем на эти соревнования отвезти всех спортсменов, как младшую группу, так и старшую группу. Так как это у нас здесь недалеко, местные соревнования, скажем, простые, но должны прийти, так скажем, даже те новенькие, которые недавно уже тренируются, их потихонечку тоже такие на небольшие соревнования, должны их отвозить для того, чтобы они потихонечку набирались опыта, для того, чтобы они уже начинали ощущать что-то такое, встретиться с этими новыми волнениями, с новыми страхами они должны встретиться. А для тех, кто уже не первый раз едет на соревнования, в любом случае пройти снова через этот путь и снова постараться перебороть свои волнения, свои страхи и достойно выступить. Спасибо, мы вас благодарим, что вы сегодня приняли участие в нашей беседе. Желаем, конечно же, вам успехов, спортивных успехов, чтобы достигали новых вершин. Да, спасибо. Спасибо. Гагаузия Гюнгюн Дэн программа «Сайетич Текеиндесу» на «Сайетич Текеиндесу». Сайетич Текеиндесу. Продолжение следует...